Около 40% частных аптек отказались от социальной программы по продаже лекарств для гипертоников по льготным ценам. Об этом сообщил глава городского департамента здравоохранения Игорь Шпак. По его словам, в нынешней экономической ситуации участники не хотят ждать компенсации разницы в цене. В связи со сложившейся ситуацией по сложности проводки, это возмещение этих долгов через казначейство, существуют задержки проплаты, и многие частные аптеки отказываются от социальных проектов. По результатам анализа за последние два месяца мы сделали выводы, что такие аптеки, как Элитфарм, ЮФК, Наталкафарм, Лидер, Денисфарм, не оказывают нам содействия в проведении пилотного проекта по возмещению гражданам средств, потраченных на лекарства для лечения гипертонической болезни. В сложившейся ситуации чиновники видят выход в расширение муниципальной сети аптек. Поэтому мы вот сейчас взяли маршрут такой по расширению сети муниципальных аптек Одесса Фарм, которые, конечно же, не будут отказываться и за счет своей прибыли будут компенсировать недостаток средств материальных, и мы сможем обеспечивать бесперебойно всех жителей города Одессы льготными медикаментами. Но на сегодня, пока мы сотрудничаем с частью частных аптек, которые не отказались от социальных аптек.